ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И вот вся вот эта вот музыка, так скажем, родителей и так далее, она как-то уже к тому времени, к младшим школьным годам опостылила и захотелось уже, соответственно, чего-то иного. Ну, были какие-то, соответственно, школьные товарищи, имеющие, наверное, своих старших братьев, кто стал приносить какую-то альтернативную музыку. Я помню, сначала начиналось все с кино, кино, ДДТ, то есть вот такое, а потом уже, так скажем, перешло потихоньку все к панк-року. Это не сразу появилось, и, наверное, это было связано еще и с знакомствами, то есть познакомился с определенными какими-то личностями, которые уже были в этой теме, и они меня, соответственно, подтянули. Так, в принципе, происходит практически со всеми на каком-то там подростковом возрасте, на каком-то этапе. То есть человек начинает тянуться к тому, что ему интересно и к тем людям, с которыми ему интересно. В данном случае, то есть, скажем, это не общеизвестные имена в панк-рок среде, это просто были тоже такие же, как я, люди, не имевшие ни каких-то своих музыкальных коллективов, ничего. Просто, как бы, друзья. Мы сейчас продолжаем общаться, они далеки от этого сейчас, в данный момент. У меня был какой-то свой альтернативный путь, свое видение. Я не могу сказать, что это было модно, потому что те люди, с кем я познакомился и которые меня в это привели, они не были модниками. Есть такое расхожее мнение, что если ты, допустим, ну, для того, чтобы написать, ну, для того, чтобы прочитать самую книгу хорошую, которая тебя во всем устроит, нужно на самом деле написать ее самому. Были такие коллективы, где нравились тексты, не нравились, не нравилась музыка, или наоборот, нравилась музыка, не нравились тексты, что-то хотелось свое, какой-то свой путь. И, соответственно, просто были среди друзей, нашлись люди, которые по эту идею поддержали. Ну, соответственно, в то время употреблялось много различных, в основном алкоголь, какие-то там, может быть, еще вещества, влияющие на изменение сознания. И, соответственно, это тоже, наверное, принесло свои коррективы. Мы взяли просто название и словосочетание, там, эксплуатерская песня, песни другого эксплуата, там, вот, там есть такой текст, «Dirty Big Buster did the same to me», вот, правда, она относилась несколько, так скажем, к другим, к другим персонажам, так скажем. Ну, вот, захотелось так назвать группу. Ничего лучшего мы на тот момент не придумали. Первый путь называется «Навский халкет», придется арея. «Навский халкет», придется арея. Концертов было не особо так много, в принципе, ну, как, были, конечно, ну, что-то конкретное я не могу вспомнить такое, но приятно было, что музыка людям, в принципе, там, нравилась, то есть был некий драйв, то есть не было такого, то есть когда выходишь первый раз, второй раз на сцену, есть такой вот некий такой мандраж, что могут освистать, еще что-то, то есть скажут там, а, фуфло, говно какое-то вышло. Такого не было, вот, поэтому, ну, каких-то вот именно таких вот очень ярких впечатлений не было, потому что, наверное, мы не очень много выступали, чтобы что-то вот такое вот запомнить. Вот эта группа, она была, по сути дела, моя в том плане, что есть коллективы, которые коллективно что-то делают. Здесь, наверное, все же больше варианта, что была какая-то некая моя идея, которую другие люди воплощали, поэтому тут трудно сказать, есть вот сборные коллективы, где много там участников, много чего решают, ну, например, Металлика, там, барабанщик, лидер группы, но при этом там есть вокалист и так далее, они там один музыку пишут, один песню, один там что-то еще делает, вот, а у нас здесь, в принципе, все висело в основном на мне, вот, поэтому и участники менялись, а при этом каких-то особых изменений в группе музыкальном звучании или там с текстом не происходило, вот, поэтому тут скорее вопрос, вопрос ко мне, чем характеристики меня, чем группы. Сейчас уже не помню, кто у нас, значит, был хорошо знаком с Пауком, я не помню, кто-то нас пригласил в корпорацию тяжелого рока и, соответственно, мы, там был замучен вот этот проект Панк Революция, в который как раз очень быстренько подписался Черепах из АЗ, вот, и там, соответственно, так как он был постарше и похитрее, наверное, он уже там решил на этом срубить некие какие-то деньги и уже подписывал нас для того, чтобы, там, окупать свои расходы, там, на студию, там, на это и так далее. Вот, я вижу, я вижу это так. Поэтому, кстати, вот с Черепахом у нас и произошла определенная конфронтация. Предложили поучаствовать, мы поучаствовали, каких-то, там, денег мы никаких, конечно, не заработали там ни на чем, дали там нам по несколько кассет, наверное, чтобы поделить, и все. Ну, было сделано какое-то, какое-то там имя, то есть, среди людей, мне даже вот до сих пор из некоторых городов люди, там, пишут, спрашивают, а как, чего, а есть какие-то, там, неизвестные записи, которых ни у кого нету. В свое время я, вот, одному из наших участников, Володе Белому отдал и текста, и какие-то, там, соответственно, записи, потому что он попросил меня, он хотел восстановить группу, но, видимо, у него это не получилось, потому что я об этом ничего не слышал. Вот, ну, а по молодости, там очень часто происходили такие ситуации, когда ты что-то бросаешь, ну, наверное, там, бывает, там, то есть, я в свое время как-то взял и порвал, там, несколько фотоальбомов, фотографий, тех времен, там, выкинул их нафиг, потому что посчитал, что они мне уже не нужны. Так было, и записи, они просто были на кассетах, и кассеты тоже в какой-то момент пропали, куда-то там, растерялись. На тот момент это было неинтересно, а мысли о том, что через 10 или 15, 20 лет кому-то, кого-то заинтересует, вот эти все записи, это, как бы, голова об этом тогда не болела. Дело в том, что в различные этапы своей молодости, когда меняешь какие-то взгляды, а взгляды, в принципе, они с течением времени меняются практически у любого человека, то иногда просто сжигаешь мосты. Сейчас я уже начинаю понимать, что, может быть, это не стоило, но на тот момент и так надо было сделать. Наверное, так вот. У меня это так произошло. Я двигаюсь вперед, тоски у меня нету. У меня есть, скажем, я вспоминаю то, что было хорошее, стараюсь сделать определенные выводы. Зацикливаться на этом не стоит, там жизнь идет вперед, и я думаю, что те, кто вспоминают и печалятся о прошлом, я бы вернулся туда, я бы вернулся сюда, это люди, которые себя не могут никак реализовать. Они застыли на том этапе. Я многих встречаю таких людей, которые, что 20 лет назад, что сейчас одно и то же. Там он идет с бутылкой пива, так скажем, то есть каждые выходные в какой-то бар, концерты, угар, тусовки. Человеку уже там 40 с чем-то лет, а он ни семьи, ничего нету, и никакого конструктива нету. Жизнь – это некое движение, а не застой. И, допустим, если человек там панк-рокер, он, соответственно, должен что-то как-то делать, то есть бороться с системой, то есть что-то должно происходить. А происходит именно застой. То есть человек остался на том уровне, на котором был, и никуда не движется вообще, либо вообще деградирует. В 90-е годы как раз, вот, наверное, год 93-94, частенько тусовались на Арбате большими достаточными тусовками, и периодически ездили либо на Пушкинскую бить рэперов, либо, если был какой-то концерт, Алисы обязательно ездили на эти концерты, встречать Алисоматов. Причем нам рассказывали, что в Питере это целая такая мощная армия, что там их все боятся и так далее. Но в Москве мы такого, по крайней мере, не видели. Потому что, как-то я помню, мы поехали в 10 человек, несколько гранжей, несколько панков на концерт, который был, если не изменяет память, то ли аэропорт, то ли Сокол где-то в тех местах. Там как раз был с нами покойный пистолетный, не уже, лидер изгоев. Я вот могу сказать, что слаженными действиями мы в 10 человек, влетая в толпу в 200 человек, они от нас просто разбегались. В молодежных кругах она всегда вот есть, что одни не любят других. Я даже помню, среди панков была такая тема, нарисовалась в 90-е годы, когда вдруг стало абсолютно немодно и беспонтово ходить в майках гражданской обороны. Хотя все равно все втихаря слушали гражданскую оборону. Но это было непочетно. Точно так же почему-то к алисоманам относились, что это некие, скажем, неформалы второго сорта. То есть мы панки, а это какие-то там алисоманы. Ну, поедем мы их, соответственно, там... Вышеупомянутому Саше пистолету удалось даже плюнуть кисти кончеву в лицо в тот момент, когда тот садился в свой 41-й «Москвич» и как бы окруженный толпой фанатов. То есть толпа фанатов разбежалась даже, то есть испугалась там небольшого количества панков с гранжами. И Костя получил плевок в лицо. Вот это вот как бы такая запоминающаяся история. Ну, я думаю, что вот как раз ты прав по поводу, что они заявляли, что они сила, что мы вместе зачастую встречались алисоманы, то есть они себя, что называется, тапком в грудь били. И то есть они изначально сами себя превозносили, что они некая такая мощная сила и армия. А на деле оказалось, что это все фуфло, что только в Питере, возможно, они какую-то силу представляли, объединенную, а в остальных городах в Москве такого не было. То есть дальше неких слов, что они вот такие сильные и крутые, не доходило. Это доказала практика. Политика сама по себе, она есть во всем. Вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим. Там в той или иной степени она все равно есть. Ну вот. Просто вопрос, как к этому относиться. Сказать, что я там никакого отношения не имею к политике, это тоже как бы слукавит, честно говоря. Все равно все придерживаются взглядов. Если человек говорит, я, допустим, там антикоммунист, или говорит, я человек, я антифашист. Но что, это что, не политика? Это его политика, что он против этого. Человек, вот бомж, этот человек совершенно аполитичный. Ему плевать на все, он там, ему лишь бы найти там, поесть, выпить, там, где переночевать. Одно время я придерживался радикально правых взглядов, но это было еще и в панк времена, из-за чего у нас было много распри с теми, кто придерживается левых взглядов. В данный момент я могу, я пересмотрел немножко. Дело в том, что по менталитету белого, или там русского человека, или вообще белого человека, в общем, разделение на левых и правых, оно достаточно условно и навязано извне. Дело в том, что вот как раз, наверное, путь анархиста, он ближе к идеологии белого человека, потому что белый человек вольный человек. И, значит, все режимы, которые исповедовали что левую идеологию, что правую, они, в принципе, так скажем, не особо сильно отличаются друг от друга. То есть это меняются вывески, а на самом деле все одно и то же. Демократия ничем не отличается от коммунизма. Это абсолютно точно. Так же, как и фашизм, ничем не отличается от коммунизма. Есть какие-то нюансы, как, скажем, вот конфету можно завернуть в разную обертку. А фактически это одно и то же. Вот, значит, все политические режимы, которые сейчас есть на белом свете, они все построены по одному и тому же принципу пирамидальному. И принцип этот, в принципе, выходит из авраамических религий, типа иудаизма. И его, соответственно, ответвление ислама и христианства. То есть, допустим, есть вот коммунизм, там были всякие партийные съезды, там в христианстве, это вселенские соборы. В христианстве есть Бог, там Бог-отец, Бог-сын, Бог-святой дух. В коммунизме есть Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин. Те же самые три бога, которые безупречные, хорошие и так далее. То же самое было и в режимах, которые исповедовали правую идеологию, там Бенита Муссолини, Франко, Гитлер. Там, то есть, возведение было определенного культа личности, который, по сути дела, уже, можно сказать, на уровне богов. Вот, я считаю, то есть, вот на Руси до христианства, это самое, то есть, по изучению, я изучаю историю, историю неофициальную, была некая вольница, выборность, это то, к чему стремятся большинство, там, скажем, белых людей. То есть, они хотят сами выбирать непосредственно своего человека, который будет решать какие-то вопросы. То есть, это называется держава. И анархисты очень близко к этому, скажем, по своей сути. Потому что любые идеологи, которые навязывают нам некого дядю, которого неизвестно кто выбрал, и который говорит нам, что делать, хотя, по сути дела, он должен быть нашим слугой, слугой народа, это, соответственно, уже там неправильно. Поэтому, я считаю, разделение на правых и левых сделано извне спецслужбами для того, чтобы людей разделить, и чтобы они делили, скажем, занимались какой-то мышиной вознёй, в то время как те, кто реальный капитал держит в руках, могли заниматься своими делами. И это, в принципе, не важно, как это будет называться. В каких-то странах это коммунисты. Коммунизм от капитализма ничем не отличается. Коммунизм — это капитализм, где главный капиталист и олигарх — это государство, которому всё принадлежит. Ладно, ладно. Вот. А панк-рок — это, так скажем, это некое бунтарское движение молодёжи, которое понимает фальшивость вот этого вот мира и противопоставляет ему некий бунт, ну, который там, может быть, по-разному оформлен, но суть в том, что просто человек изначально, как бы сказать, внутренне понимает, что его где-то наёбывают. С детам или здесь, вот. И он против этого восстаёт. И там, какие у него есть для этого методы, такими он и действует. Ну, вот там, грубо говоря, там все должны ходить в хороших костюмах, в хорошей одежде, а я вот возьму и одену драньё, и смотрите все на меня, как вы его. То есть, вот, в общем, примерно вот так.